всем привет ребят с вами я кира на это сегодня я хочу с вами поделиться поделиться не то что своей проблемой а поделиться с тем с чем я живу так сказать всю свою жизнь иногда наступают такие моменты когда ты хочешь ну да выговориться кому-то но нет таких людей то есть я человек одиночка у меня нет друзей да у меня нет подруг есть там какие-то знакомые но чтобы довериться им рассказывать меня тоже я не вижу смысла то есть бессмысленно короче это все и единственное то что я могу сделать да когда очень хочется выговориться я могу выговориться вам то есть мне проще вот вы сказать все сказать все на камеру да конечно вы может меня не поймете вы меня многие осудить им скажете ну так как бы делать нельзя так жить нельзя надо нужно какое-то другое мнение иметь уважать там и так далее честно вы можете не ставить тут не лайки не дизлайки я не знаю писать не писать комментарии как хотите то есть я просто хочу высказаться высказаться то что у меня на душе сидит очень давно в душе до сидит очень давно и я хочу уже в итоге об этом кому-то рассказать смотрите маму я очень сильно люблю это для меня самый дорогой самый близкий вообще самый-самый родной человечек я никогда маму не оскорбляла да не дай боже там не поднимала руку обижать обижала да и об этом не очень сильно сожалею но обижать как не в плане того что то что обзывать да ну вы дальше поймете это все но маму я свою очень сильно люблю но с детства с детства меня мама никогда не била нет она не поднимала на меня руки но маму свою к сожалению я очень боюсь боюсь не в том смысле то что она меня ударит там или еще что-то да она у меня очень эмоциональная то есть ну маме моей ничего нельзя рассказывать о каких-то проблемах да вот даже когда мы болеем я болею тут дочки болеют то есть мы ей об этом никогда не говорим если у нас что-то случается происходит да то есть я тоже никогда не говорю потому что у мамы сразу будет шквал эмоций я неправильно живу я неправильно делаю вот я там вот в этом виновата я вот это вот не сделала то есть ну во всех смертных грехах вот это вот обвинят меня вот и поэтому со всеми своими проблемами я привыкла справляться одна в одиночку если что-то у нас происходит то катя решает все сама и не дай бог то мама об этом узнает были такие случаи сейчас вы может поймете да почему так происходит хотя я до сих пор не понимаю были такие случаи вот допустим один из них который мне запомнился отложился у меня в голове на всю мою жизнь это когда я зимой маленькая ну лет десять мне до должны девять восемь я не знаю но маленькая каталась во дворе с горки вот с этой вот ледяной знаете заливные горки можно урале жили вот и следянки значит следянка и следянкой короче короче вот с этой вот каталась и сломала себе руку сломала себе руку но я еще не поняла того не осознала то что я ее сломала да мне было очень больно и казалось бы ну беги быстрее домой до жалуйся маме эти в больницу но у меня ситуация была другая я очень боялась идти домой так как понимала что мне сейчас очень очень хорошо дома попадет я еще сколько-то времени находилась на улице собиралась с мыслями как бы зайти домой думала рука сама заживет но я смотрела она на глазах у меня просто пухло и когда я зашла домой вся в слезах естественно мне за это попало то есть я осталась какой-то дурой виноватой то что вообще зачем я пошла на эту горку кататься но все же дети катаются ну как и я пошла кататься вот то есть я осталась виноватой это было очень сложно я никогда не забуду как меня в этом во всем обвинили значит второй момент когда мне в школе ставили допустим тройку или двойку да я очень боялась идти домой и вы не представляете сколько раз я покупала новые дневники вот сейчас кстати такого не сделать да сейчас все в электронном виде сейчас дети хрен скроет вот я покупала новые дневники я просила у мамы на булочку вместо булочки я покупала новый дневник я сидела на улице в мороз или куда-то заходила в подъезд ты просто ну переписывала абсолютно все покупала там красную ручку чтобы оценки проставить вот только чтоб мама не узнала об этой двойке или тройке далее значит я шла домой и знала то что учитель будет звонить это как бы раньше было нормальным учителя всегда звонили домой и что я делала были же телефоны стационарные сотовых телефонов еще не было и я значит вот проводок тихонечко так это открепляла там на отсоединяла да и все телефон не работал но конечно этого хватало ненадолго до первого собрания и помню момент когда намечалось собрание сейчас то у нас все онлайн да вот намечалось собранием как я всегда была рада когда у меня папа ходил на собрание потому что ну папа я не боялась папа как-то ну всегда он катюш катюш там да чё не переживай там я маме там не скажу ну ты давай исправляйся ну то есть так вот со мной поговорит и у меня появляется какой-то стимул да вот а тут мама пошла на собрание я думаю ну все и сейчас она узнает обо всех этих оценках короче трындец на холодец и катя дома на целый месяц закрыта ну и мама пошла на собрание я думаю все ну я я не я не смогу я не вытерплю я короче взяла и сбежала из дома я сказала что пошла за газировкой или куда-то мама ушла на собрание я сказала пошла за газировкой папе там или брату я уже не помню и все я просто сбежала и пока вот мама была на собрании я где-то там по подъездам вот это вот скиталась где-то там ходила бродила и потом конечно время уже подходило к концу собрания ну и папа меня естественно бегал там у нас городок небольшой городок вообще маленький они в принципе знали где я в каких районах могу быть да ну то есть где-то есть знакомые там вот ну и папа меня быстренько нашел играет все не бойся все будет хорошо все пойдем домой никто на тебя кричать не будет ну вот таких моментов тоже было очень много значит следующий момент я помню было с выпускным значит весь класс нормально пошел встречать выпускной меня же значит подготовили мне купили красные туфли на такой шпильки там ну невысокой ну блин сантиметров 10 наверное раньше это на каблучках очень часто ходила вот платье такое в пол у меня было красное с разрезом значит и макияж сделали прическу сделали и все значит я собираюсь выходить из дома и приехать уже в это кафе где все собираются а у нас подъезде жил мальчик которого мама очень не любила она считала что он наркоман этот мальчик просто был маленького роста ну знаете бывают такие люди которые просто маленького роста у него вся семья такая была и вот она этого мальчика не любила из-за этого она думала то что он наркоман употребляет там какие-то наркотики но на самом деле такого не было это прям добрый души человек был но маму не переубедить она как увидела все это просто все приходили в ярость наверное ну и вот я значит иду из дома на остановку до чтоб поехать в это кафе а мама у меня работала с утра до вечера и она как раз возвращается с работы и мы с ней вот так идем я спускаясь на остановку она с остановки наоборот поднимается и тут как раз вот этот сосед парнишка подходит ко мне то есть он просто шел мимо о привет такой как дела как чё все меня мама увидела с ним меня просто вот так вот развернула никаких тебе выпускных ты сейчас наверное идти собралась с ним гулять наркотики принимать но у меня конечно же истерика меня на выпускной не отпустили то есть я не была на выпускном я не прочувствовала все этой радости я не знаю меня просто развернули она подумала то что я иду с ним хотя он шоу мимо мимо шоу и я в истерике я всю дорогу ревела истерила я хочу на выпускной потому что ну все таки весь класс там да вроде бы нормально общались все короче меня загнали домой у меня истерика меня закрыли в комнате все телефон к телефону доступа у меня не было к этому стационарному я весь в истерике там билась но меня конечно так никуда не отпустили меня в итоге закрыли еще вот потом значит ситуация была про концерт так как мы жили в маленьком городке у нас очень редко кто приезжал выступать единственное то что я помню это группа тату было и то ли краски то ли вирус вот кто-то такие приехали и я короче все я хочу на этот концерт потому что никогда в жизни никого не видела но хочется сходить тут такое событие там на весь город события было да это вам не в москве нам каждый день кто-то приезжает а тут прям вообще шок сенсация вот я такая маме мамам пожалуйста пожалуйста я так хочу на этот концерт я хочу сходить я хочу посмотреть ну конечно на что мне ответили там будут наркоманы там вот это ты будешь пить там и так далее короче там еще не в него не известно что случится я короче другу звоню такая говорю блин пожалуйста приди отпроси меня я так хочу на этот концерт бедный друг который пришел ему тоже так попало короче меня опять закрыли может кто-то скажет что это правильно с одной стороны то что мама меня оберегала но мне кажется это что-то сверх того и следующая ситуация произошла такая мне кажется это все взаимосвязано у меня случилась первая любовь но гуляла ребят я не гуляла так что при идее во сколько хочешь или там ну подумаешь задержишься там на две минуточки нет ребят у меня такого не было то есть если мне сказали в 9 дома я должна быть по нулям или раньше но ни в коем случае не позже не на минуточку вот ну мы гуляли где-то во дворе до чтоб мама видела и короче один раз случается так что мальчик меня обижает первая моя любовь ну я это где-то рассказывала уже вот он меня обижает а я же маленькая девочка да вся на эмоциях никто мне ничего не подскажет сама я тоже спрашивать ничего не хочу ни у кого потому что боюсь потому что ну мне скажут ну все сиди дома тогда то есть я я боялась советоваться я боялась вообще что-то рассказывать вот такое вот вот так вот было то есть можно было бы посоветоваться да с мамой но вот так вот получалось и случается так что я после ссоры с молодым человеком прихожу домой а мама была в ночь ну и значит я беру пачечку таблеток просто глотаю все запиваю водой в ванне папа у меня дома и иду в комнату ложусь на кровать и чувствую что я куда-то поплыла все я начинаю стонать очень сильно вот папа прибегает на этот стон обидит то что мне хреново я группа пьяна глоталась таблеток но в этом конечно я не права но вот тогда когда ты еще молодая когда тебе еще 14 лет и конечно этого не понимаешь это сейчас я могу сказать да я была дурой но в 14 лет самый такой переходный возраст то есть ну там не объяснишь понимаете да это сейчас да это осознаешь то что она эта тупость была тогда нет вот ну короче была у меня клиническая смерть спасибо врачам которые меня спасли ну после этого конечно я сидела дома я сидела дома мама еще более строже начала за мной следить и в итоге ребят это привело все к тому что я решила сбежать из дома я сказала что иду в школу но на самом деле я просто уехала на юг да я села на пояс я купила билеты уехала на юг где я взяла деньги взяла деньги я своровала золото у мамы это было некрасиво это было подло но хочу сделать заметочку что я вернула это золото вдвойне тут я была не права да я согласна но потом была полиция потом был розыск там и так далее то есть ну сами понимаете меня нашли меня нашли на юге в анапе и после всего этого сколько то уже время прошло да мне уже 18 лет и я маме говорю мам я все я хочу жить одна я хочу работать сама я хочу сама зарабатывать себе да и так далее хочу жить в анапе на что она мне сказала ну вот выйдешь замуж и пожалуйста езжай куда хочешь ну я все это приняла конечно за чистую монету вот это все да и просто пошла первого попавшегося парня говорю выйдешь за меня замуж поедем на юг работать вместе тот недолго думая согласился то есть это вот буквально какие-то минуты я быстро кого-то счет сообразила мне было все равно все равно кто это будет у меня цель была уехать на юг то есть я даже ему так и сказала у меня цель уехать я говорю я тебя не люблю у нас там ничего там не может быть ну просто вот давай женимся муж и так все и произошло так и появился первый мой муж мы сыграли свадьбу уехали на юг но там все было это печально но это к этому не относится вот и значит когда мы уже приехали обратно там все в этот делюга произошла и естественно с ним развелась потому что я его не любила приехала обратно ну то есть приехала чтобы развестись с ним и когда я встретилась уже со своим вторым мужем да вроде бы как бы все устаканилось вроде бы как бы я переехала к нему мы начали спокойно жить и тут я забеременела но беременность была ну как по любви мы хотели этого ребенка я очень я безумная просто безумно хотела ребенка все и значит не знаю как маме сказать как сказать про ребенка что сказать что блин 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 мы до последнего просто тянули да не знали как сказать потому что мы не знали какая будет реакция казалось бы такая радость да вот ну потом в итоге сказали но у меня случился выкидыш это ребят на самом деле очень тяжело у меня мама настолько эмоциональная что ну вообще вообще ну просто ничего сказать нельзя у меня мама например ну не знает про мои несколько татуировок я как она приезжает я замазываю их тональным кремом пытаясь как-то спрятаться там еще что-то сделать да так же как я хочу золотистого ретривера я бы завела у меня была возможность завести ретривера как раз была тогда денежка но только из-за того что я знаю какая будет реакция мамы хотя я уже взрослая тетя у меня уже двое детей я живу уже давным-давно отдельно я уже сама все себе сделала все обустроила состроила и так далее но вот чисто из-за мамы я не смогла тогда его себе завести мы заводили хаски вы не представляете как это было мы завели хаски а мы жили в подвале тогда моя ну я не знаю я люблю понимаете животных мы завели хаски и когда родители приезжали к нам в гости я хаски отдавала ну не в добрый в этот в гостиницу для животных короче вот но потом что-то вот так вот так все пошло там что-то нам нужно было переезжать еще что-то и только из-за того чтобы мама не узнала нам пришлось хаски продать то есть чтобы мама не знала потом значит вот джесси появилась до которого мы подобрали мы ее спасли от голодной смерти дворнягу да ну я и очень люблю безумно хоть она и чубака но я и очень-очень сильно люблю все-таки это это животное заботичка беззащитная абсолютно вот и когда мы завели джесси вы не представляете два года я скрывала от мамы что у нас есть собака то есть как они к нам приезжали я ее отдавала в гостиницу потому что я знаю если мама узнаешь что у меня есть собака будет как бы не хорошо вот но потом в итоге пришлось признаться и как бы до сих пор меня упрекают в том что вот я себе кого-то завела что нужно всех выкинуть не нужно никого иметь они все мешаются ну то есть я опять виновата во всех вот этих вот я скрываю абсолютно все если чем-то поделюсь то я считаю что я останусь виноватой сколько раз я ездила в москву в питер ездила на фабрику лайков на кастинги там на эти ездила да я никогда маме не рассказывала потому что ну она не поймет она скажет а зачем а почему а к чему один раз я сказала о там такой-то кастинг это я хочу он прям на телевидении все блоков я хочу говорю на этот кастинг ну конечно было отрицательный ответ чё там тебя заберут в рабство там тебя это я говорю ну как бы по центральному телевидению да я думаю там такого не произойдет я грою это не левый какой-то кастинг но в итоге так ничего не получилось поэтому если я куда-то еду даже вот в краснодар я ездила я тоже не говорила то есть я говорила что я просто ухожу на работу для меня это очень сложно особенно когда болеешь очень хочется да там ну рассказать маме об этом ну чтоб тебя как-то там поддержали нет мама поддержит но я буду опять-таки же виновата в этом то что я заболела то что я не слежу за собой я не слежу за детьми и так далее то есть это будут постоянные звонки постоянные упреки я говорю у меня мама просто очень эмоциональный человек с этим очень тяжело жить я бы очень много чего хотела сделать но я не делаю только из-за мамы может я такая послушная дочь мне кажется это неправильным вот кто-нибудь из вас до хотел бы там завести себе какое-то животное в свои года до уже таким достаточно человеком семейным он бы боялся завести он бы не стал заводить потому что там родители против хотя вы живете вообще отдельные вообще в разных городах живете а я вот не завожу потому что я боюсь а я бы завела уже давно и вот да мне иногда очень тяжело мне хочется с кем-то поделиться этим и поэтому ребят вот когда будет у меня там свой дом когда-нибудь да я обязательно блин ну я сделаю приют для животных потому что я настолько их люблю и я не понимаю почему я там не могу завести себе собачку которую я хочу потому что я боюсь мамы боюсь осуждения и вот много таких нюансов да у нас даже сейчас есть такая ситуация но она вообще до жути абсурдная у меня мама короче всегда хотела чтобы вероника ходила художественную школу я тоже хотела да но понимаете там берут по блату там берут за денежку а у меня не было такой возможности отдать за денежку и мы начали ходить в частную школу да мы там тоже платим но блин там платишь ты за урок да и все там надо было сразу внести там такую приличную сумму но у меня не было такой возможности и у меня мама опять-таки же думает то что второй год вероника ходит в настоящую художественную школу настоящую в государственную художественную школу самом деле мы ходим в частную и вот мы также от нее вот это все скрываем даже когда я уезжала в москву мама оставалась тут с детьми нам пришлось сказать то что художественную школу закрыли на карантин ну в общем ребят как то так я ничего больше не хочу говорить все я все сказала все высказала не знаю какое у вас сложится об этом мнение вот честно не знаю я ни разу все сопли побежали и я ни разу просто такими вещами не делилась но тут просто вот уже не выдержала просто мне хотелось очень сильно об этом рассказать и в связи с этим я постоянно чувствую себя какой-то ущемленный то что я хочу делать мне по большему счету не могу делать это очень странно не правда ли то есть всегда все приходится втихаря все приходится прятать как я хочу эту собаку вы не представляете но стоит только маме сказать все все она до сих пор хочет и джесси забрать к себе чтобы у нас тут никого не было и снимку забрать потому что как она говорит они же создают нам проблемы то какие проблемы я не знаю я кайфую от них мне нравится с ними то это просто это же я не знаю ну как как вот как вот можно вот просто вот просто не любить вот таких вот животе я не представляю как можно может конечно это не все так плохо но ну ладно ребят на этом мы закончим и так уже насколько там я записала но я хочу выразить вам огромную просто благодарность если вы досмотрели вообще это видео до конца может даже на ускоренной скорости да ну спасибо вам огромное что вы меня выслушали я вас очень сильно люблю если хотите пишите в комментариях там какие у вас есть проблемы мне тоже будет это все интересно почитать но все пока пока